Я бы сделала это парандашиком, как волосики растут на бровях, вот мы это и рисуем. Сделать двухдневную щетину, которую не отличишь от настоящей, замаскировать зуб так, чтобы на его месте была пустота, скрыть роскошную шевелюру, превратив актёра в лысого человека. Эти и другие секреты театрального закулисья рассказывала артистам Балаковского тюза художник по гриму Анна Никулина. Делилась всем своим опытом, потому что столько вопросов, столько всего интересует артистам. Показывала всякие способы, как надевать парики и убирать волосы, как сделать грим молодого лица, как старческий грим сделать, как смешной, страшный. Анна работает в Государственном театре нации начальником гримёрного цеха. В Балаково она приехала в качестве наставника в рамках проекта «Театр нации театром атомных городов». На её счету тысячи преображённых лиц. Некоторые секреты перевоплощения героев Анна придумывает сама. Смешивает она, которые не принято смешивать, применяет техники и приспособления, которые можно найти не только в косметичке. Во многих театрах над созданием образа работают профессиональные гримеры. А вот в Балакове совсем другая история. В театре нет гримеров, и актёры сами наносятся грим. И, конечно, они хотят это всё уметь знать, как это делается профессионально, а не как они там себе придумали. Есть какие-то моменты, когда мы уточняем у режиссёра, что именно должно присутствовать, могут нам подсказать. Сказать, например, мне нужен такой цвет, такой цвет, такой цвет. Но в основном это всё исходит от нас. Ну и главное, чтобы это смотрелось на сцене и со светом. В небольших театрах, таких как Балаковский тюз, часто актёрам приходится уметь и прическу уложить, и грим нанести. Мастера на все руки. И багаж знаний у них с каждой ролью растёт. И даже с Анной Никулиной наши артисты поделились кое-какими секретами. Я вчера узнала, например, что существуют ресницы, которые на магнитах держатся на глазах. Вот это я где-то слышала, но никогда не видела. Мне прямо показали. Для меня это просто... Я с такой находкой отсюда приеду, просто будем использовать у нас в театре обязательно. Это так быстро, удобно. Лаборатория Театра наций в Балаковине впервые. В рамках программы «Территория культуры Русатома» уже третий год в наш тюз приезжают педагоги, которые делятся опытом с артистами. Приезжают точно так же преподаватели по сценической речи, по движку, по актёрскому мастерству. И то есть каждый раз мы что-то узнаём новое. В этот раз к нам ещё приехали по гриму, нам что-то показали новое, что-то мы для себя утвердили, что мы это правильно делаем. Поэтому это всегда хорошо, это всегда нужно, это обязательно. Итогом этой лаборатории станет показ эскиза спектакля «Питер Пен». Состоится он 3 декабря на сцене Балаковского театра юного зрителя. Возможно, впоследствии постановка войдёт в репертуар тюза.